Бездействие управкомпании даже спикер ЗС загнало на крышу. Жители жалуются на жреб номер 4. Директор Зайцев нанял непонятных рабочих. Вместо того, чтобы ремонтировать крышу, они здесь просто сидят. Когда была хорошая погода, люди здесь ничего не делали. Просто сидели и говорили, что ваша управляющая компания не платит деньги, мы скоро отсюда вообще уйдем, и пусть ваша крыша как текла и будет течь. Директор правкомпании Зайцев пытается доказать, что все под контролем. Но получается неубедительно. Вода сейчас, погода нормальная, воду они все убирают. Бычки там лежат. Лето на ремонт крыши не хватило, рабочие просят еще две недели. Жильцов такой ответ не устраивает. Крышу ведь ремонтируют на их деньги, и они не понимают, почему Зайцев с ними не посоветовался, когда выбирал подрядчика. Мы хотели бы, чтобы с нами согласовали эти работы. Потому что все здесь жители хотят, куда их деньги уходят. Но они наши деньги, правильно? На камеру я ничего не буду. Почему, Александр Иванович? Жители хотят знать, куда уходят их деньги. А я на его. Вы не скажете, да, Александр Иванович? По решению в Рио губернатора Орловой и спикера Заксобрания Киселева, в ближайшее время все управкомпании проверят правоохранительные органы. В ряде управляющих компаний есть факты филированности с подрядными организациями. То есть подрядные организации либо возглавляют, либо являются учредителями подрядных организаций, люди, которые имеют непосредственное отношение к руководству управляющих компаний. Прошло уже пять лет с того момента, как наши ЖЭКи стали частными. Сейчас время перезаключать договоры. И если Зайцев отказывается отвечать на вопросы, его контору можно поменять на другую. А в будущем, говорит спикер Заксобрания, не исключен возврат к муниципальным ЖЭКам, которые будут подконтрольны городской власти.